Я хотел бы поговорить не про музыку и про проект, к которому город не имеет отношения. Я так понимаю, что вот эта книжка стихов, она издана без помощи города. Ну, я все свои книжки и пластинки издаю сам. Вот, шикарная, я считаю, обложка, очень стильная. Осталось только дело за садиками. Нет, здесь вот про стихи мы поговорим отдельно. Я просто хотел бы, чтобы рассказал про эту книжку. Я знаю, просто это при мне была сделана фотография дома, дочери Марии Александровны. Просто вот, когда отмахивался отец, говорил, да я что-то не хочу. Я считаю, что просто вот схвачено здорово. То есть она снимает очень хорошо. Ну, она меня знает, поэтому она схватывает то, что... Вот, но помимо Марии Александровны, здесь вводное слово Евгения Евтушенко, неожиданное. Я бы сказал, предисловие с огромной долей литературного таланта. Это не просто предисловие, это, скажем так, не знаю, лирическая проза, что ли. Вот так. Именно Майградским называется предисловие. Здесь сравнивают творчество Александра Борисовича Градским с творчеством Владимира Владимировича Маяковского. Ну, это, конечно, Евгений Александрович... Польстил? Ну, я думаю, что он переворщил, но, может, он так это видит. Это смешно. Тем более, что я все-таки не считаю себя поэтом. Вот тогда я не понимаю, зачем издавать книжку, которая очень лаконичная и точная, заголовная, стихи. Или не тексты? Нет, ну, тексты. Ты видел книжку, где стихи в Владимире Владимировича? Это было бы сильно, да. Ну, можно говорить. Нет, здесь ведь в чем проблема. Дело в том, что большинство стихов, текстов, которые я пишу, я их пою. Да. А вот здесь больше 20 стихотворений, которые петь я не буду никогда, их невозможно спеть. Говорят, что нельзя говорить никогда. Никогда не говори никогда. Нет, ну, это невозможно спеть, исключено. Это слишком, так сказать, трудно для исполнения в виде песни. Поэтому, ну, куда их девать? Ну, просто вот оставить, чтобы они... А как они писались? Они писали сразу, как стихи? Нет, нет, они писались сразу, как стихи. Вот стихи и все. Другое дело, что я не был уверен в том, что мне самому понравится то, что я сделаю. И что это будет нормально, если я это издам. И я, ну, наверное, лет пять вот это все копил-копил. И потом один человек, довольно-таки близкий мой приятель, долго меня пилил, почему я это не издаю в виде книжки. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.